Запретных тем для освещения в городских СМИ нет, так прокомментировал глава города-курорта результаты рейда по несанкционированной торговле и детскому закону, во время которого нарушители, не желая попадать в объектив камеры, прикрывались тем, что у них есть крыша. Закон един для всех, еще раз напомнил Сергей Сергеев. Я хотел бы, пользуясь случаем, раз уже начали, потому что тематика пересекается, значит, Любовь Филипповна и Роксановна, я вам поручаю, для вас запретных тем нет. Если тебе на набережной говорят, что у меня по машинкам, по нереально, в которой стоят крыша судья, сними вот это, сними. И мы потом этого дядю спросим вот здесь. Кто же судья у него крыша? Поплатились за нарушение правил реализации алкогольной продукции без лицензии и регистрации в налоговой инспекции хозяева нескольких торговых точек в городе на Пионерском проспекте в селе Витязево и в станице Благовещенской. Всего из продажи у нарушителей изъято 1045 литров контрафактного алкоголя. Материалы направлены в суд. Выслушав доклад сотрудников полиции, глава продолжил тему безопасности на дорогах. В частности, обратил внимание на проблему парковки автомобилей в центре Анапы. Перед валютой я сейчас посмотрел улицу. У меня есть условия в кабинете, можно посмотреть. Ну и это при желании. Так вот, я простых номерных знаков там не увидел. Там и ГМ, там и КК, там и нули. И вот я представляю себя, пошел я их призывать к ответственности, чтобы они отъехали, однако остановка запрещена. Да, из-под действия знака выехать. Шансов нет. Понимаете? Там такие удостоверения мне на что-то показывают. Давайте придумаем, подумаем. И какие-то ограничения принудительные поставим. И поговорим с коммерсантами. Им же тоже неудобно, что стоять там по надуке и переплевать движение. Какие-то то ли временные на сезон препятствия там совместить в Россию и все. А другого варианта нет. Поэтому давайте будем реалистами и будем помогать. Завтра в городской администрации пройдет заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Повышение эффективности работы ГИБДД и снижение аварийности на дорогах курорта станут главными вопросами в повестке дня. О работе мобильных групп по пресечению несанкционированной торговли и наведению санитарного порядка отчитался заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Контрольные мероприятия проходят ежедневно. Нарушителей много. Особенно в вечернее время. Каждый случай разбирается индивидуально на административной комиссии. Замечания по работе с обращениями граждан. Те, кто допускает невыполнение сроков и подготовку некомпетентных ответов, могут быть наказаны рублем. Сумма штрафов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Говоря о благоустройстве, Анапы Сергей Сергеев обратил внимание на улицу Стахановскую. Подрядчики, нарушая условия договора, затягивают ремонтные работы. Кроме того, вокруг дорожники устроили такой бардак, что ни пройти, ни проехать. 23 числа они должны были закончить улицу Стахановскую. Все. Закончили и ушли. Сегодня, слава богу, первое видо. Просвета там не видно. Денег по этому объекту и за артискорный вдоль, и за выполнение работы без моей команды не платят. Пока они... Они же там должны сейчас 196 тысяч в бюджет прислать. За просрочку. Теперь, раньше, чем мы оплачивали. Правильно? Ну, по контракту. Так должно быть. Но это на вчерашний день было, 126. А там еще просвета не видно. Контрольный вопрос планерного совещания озвучила начальник управления образования Нина Филофеева. В докладе рассказала об итогах сдачи ЕГЭ выпускников анапских школ. Во всех учебных заведениях экзамены прошли без нарушений и замечаний. И общие результаты в этом году выше. По русскому языку самые высокие результаты показали выпускники школы номер 8, гимназии Аврора и Эврика. По математике лучший показатель у выпускников школы номер 7. Успешно прошли испытания. Дети с ограниченными возможностями здоровья сдавали экзамены под видеонаблюдением. Сергей Сергеев предложил, начиная с этого года, вести систему грантов для лучших школ, выпускники которых показывают высокие результаты на едином госэкзамене. Это станет дополнительным стимулом для коллективов учебных заведений. В этом году лидеров уже определили. Гранты могут быть направлены на примирование учителей, улучшение материально-технической базы школ или ремонт. Распоряжение главы курорта внесли в протокол планерного совещания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...